здравствуйте эта передача африка второй фронт в студии антон лемесев и сегодня поговорим о тех проектах которые намечаются между марокко и франции дело в том что французская компания airbus предоставила марокко предложение о продаже 12 вертолетов каракал и она может быть подписано уже в ближайшие месяцы во время визита президента франции эммануэля макрона в эту страну лат ребьюн сообщает что в двадцать первом году марокко начала переговоры с французской компанией airbus helicopters о поставке восьми транспортных вертолетов каракал но переговоры были заморожены из-за напряженных отношений между двумя странами это соглашение появилось в контексте когда отношения между парижем и рабатом переживают восстановление особенно после недавнего признания франции марокканской сахары что нанесло серьезный удар по альянсу поддерживающий тезис об отделении марокканской сахары и подробнее о взаимоотношениях этих двух стран сегодня мы поговорим с доцентом ргг у марии махмутовой здравствуйте мария добрый день с чем связана эта сделка продажи вертолетов почему она происходит именно сейчас и можно ли здесь говорить о каком-то вот новом витке в том числе и военного сотрудничества этих двух стран на самом деле я бы отметила следующий момент что отношения между францией марокко они носят довольно долгосрочный характер и даже несмотря на влияние колониализма возможно даже больше благодаря ему эти две страны являются очень крепкими партнерами несмотря на различные трения которые бывают в их отношениях всегда постепенно все восстанавливается плюс к тому же крупные компании бизнес всегда больше подталкивают многих политиков к содружества друг с другом если говорить ему последние сделки то стоит отметить что она далеко не первая между крупными компаниями франция поставляющие вооружение марокко более того на сегодняшний момент происходит как мы видим с точки зрения дипломатии потепление отношений и это на самом деле большой плюс нужно отметить что за последние годы в принципе франция является вторым поставщиком вооружения на рынок марокко первому первое место всегда традиционно занимает сша франция это интересно по многим причинам безусловно это экономическая выгода и кроме того для крупных французских компаний такие как airbus tails desalt aviation марокко всегда был одним из важных экспортных рынков более того для самой же франции невыгодно бесконечно приостанавливать поставки вооружения потому что их место всегда могут занять сша или китай которые стараются конечно же максимально расширить свои экспортные рынки не только в средиземноморье но и в африке более того для моро для франции не менее такую опасную угрозу носят проблемы терроризма и экстремизма в регионе сахеля не нужно забывать о том что франции пришлось уходить из нескольких стран за последнее время терять еще к тому же марокко никого не интересно вот но и более того между странами очень давно стратегическое партнерство там есть и общее учение по борьбе с терроризмом общая участие в региональных международных миссиях миротворческие операции поэтому в принципе отношения между этими странами они уже довольно долгосрочные они довольно крепкие и даже если какие-то трения возникают они имеют свойства проходить какие основные интересы парижа можно перечислить в этой стране она на самом деле здесь довольно много то есть если мы посмотрим первую очередь это крупные инвестиционные проекты то есть на что нам нужно обратить внимание например компания ренал реналт который производит машины открыла несколько своих филиалов марокко которые как раз там и производят ежегодно несколько тысяч автомобилей которые идут на экспортный рынок кроме того вопросе энергетики total energies один из крупных энергетических гигантов он работает в области возобновляемых источников энергии в марокко и получает нам довольно крупные проекты а в аэрокосмической промышленности работают вместе с марокко такие компании как airbus и safran кроме того вот на 23 год франция официально поддержала саму идею о том что будет развивать марокканский авиапром создать создавать там заводы расширять производство и кроме того для марокко это в том числе полезно не только в качестве получения каких-то стратегических навыков но и в том числе получения рабочих мест помимо этого у франции есть довольно много гостиничного туристического бизнеса в самом марокко известная компания core group она владеет несколькими сетями отелей в таких городах как маракеша гадир рабат там танжер той самой посещаемой европейцами кроме того и постоянно заключаются контракты на инфраструктурные вопросы то есть например на развитие логистики одна из французских компаний например занималась строительством недавно высокоскоростной железной дороги между танжером и кассабанка также кассабанка это такие сердца экономической индустрии в самом марокко и кроме того довольно давно уже в этой стране работают два крупных французских банка сэшель дженераль и пнб парибас нужно также отметить что самое интересное частные марокканские банки они нередко кредитуются не у центрального банка марокко как это было воспринималось традиционно во многих странах а именно у французских банков и когда во финансах возникают какие-то трения по экономике например какие-то сильные инвестиционные ожидания или там ликвидность банков крупных начинает ставится вопрос то это тоже оказывает сильное влияние на экономику марокко ну и также не стоит забывать о том что здесь очень важны исторические корни потому что франция традиционно как бы довольно долго уже сидит в этом регионе марокко это бывшая колония где имели обширное влияние и на вопросы управления образование там политики менеджмента бизнеса практически всего и когда франция уходила из этой страны она не потеряла свои инвестиции там не было национализации например как в алжире поэтому между странами во многом сохранили довольно теплые отношения и в марокко независимость она прошла намного легче чем например в алжире там не было все-таки пролито столько крови и не столько серьезных исторических претензий поэтому да в принципе отношения между странами развивается более того само марокко ориентирована на то чтобы создать себе имидж как бы быть страной мостом между европейским миром и африканским миром чтобы через него попадали европейские инвестиции в страны африки если говорить об этих вот поставках оружия очевидно что в теории она может быть использована и для кого это оружие сейчас марокко нужен для борьбы с внутренними врагами или для укрепления там собственной безопасности или можно здесь можно здесь вспомнить ситуацию также с алжиром у которого довольно непростые отношения со своим соседом с алжиром конечно имеет место быть но мне кажется все таки для марокко на сегодняшний этап вообще он не последняя последние покупки военной техники говорят о том что марокко намерена дальше расширять свой военно-воздушный флот вопрос почему на во первых марокко очень важно поддерживать статус постоянного партнера для европейских стран и в том числе и сша для того чтобы она могла как-то более менее на равных или что-то ближе к равному участвовать в международных мероприятиях миротворческих операциях международных миссиях то есть поддерживать свой имидж и в том числе участвовать в совместных учениях чтобы эту страну европа и сша воспринимали как довольно надежного и сильного а с военной точки зрения партнера на которого можно опереться а соответственно в дальнейшем и расположить здесь их инвестиции конечно с алжиром имеет место быть потому что уже традиционно закупает оружие у россии а марокко традиционно закупает оружие у сша и франции здесь конечно металла вместо быть что обе стороны постоянно увеличивают оружие и стараются как-то запугать друг друга показать что они в любой момент готовы к войне но как показывает практика они могут практически каждый год подтаскивать свои войска границы и но ничего после этого не происходит просто как бы угрожая друг другу и не более того показывают что они там в случае чего каждый из сторон готова либо напасть либо отразить какое-то сопротивление что касается борьбы с терроризмом то марокко на сегодняшний момент я бы не сказала что очень активно прям таки участвует в африканских миссиях по борьбе с терроризмом здесь и на мой взгляд конечно имеет вопросы имиджа в том чтобы марокко западные партнеры воспринимали ну как-нибудь ближе к равному партнеру на которого можно опираться что можно сказать о том вот какую роль сейчас играет франция в борьбе с джихадизмом и сепаратизмом в том числе вот в этом непростом регионе сахара можно ли здесь говорить о каких-то реальных успехах или же наоборот позиции франции здесь ослабли и ничего особо добиться не удалось путем вот этих многолетних миссий но во первых мы вспомним то что у франции было фактически две такие военные кампании по борьбе с терроризмом это бархан и сервал и невозможно сказать что обе из них буду успешными они как-то затянулись и никто точно не может поставить дату когда тайная иная операция на самом деле окончилась то во первых во вторых у франции сразу возникли проблемы со следующим то есть они ведут войну же не с какой-то организованной армии в том же самом сахере они ведут фактически борьбу с повстанцами которые объединились так называемые террористические группировки это не люди которые выводят свои войска на поле битвы или я не знаю ведут с вами активные гражданские такие вот боевые столкновения в городах это партизаны которые нападают из ниоткуда и уходят в никуда и бороться с этим на самом деле очень сложно франция как правило ограничивалась военно-воздушными налетами на вот эти самые группировки то есть могла там побомбить и улететь чтобы не тратить свой человеческий ресурс если мы смотрим на современную карту террористических актов там за последний год странах сахеля просто можем сделать вывод что конечно же франция там с миссией по борьбе с терроризмом в этом регионе не справилась но здесь на самом деле корни лежат намного глубже и дело не в самой даже франции а дело в том что в этих странах очень есть серьезные этнические религиозные противоречия есть кланы группировки которые не хотят отделить и власть ни с кем и как правило концентрировать власть в своих руках в надежде что повстанцы уйдут или просто не будут мешать ему управлять крупными городами то есть здесь уже вопрос просто в местных стран но и кроме того очень многие террористические так называемые группы оки они играют нередко на антифранцузских настроениях которые есть в этих странах потому что любое присутствие франции до сих пор в регионе сахеля воспринимается местными народами как такие гланиальные тенденции больше они не хотят зависеть от франции как например в предыдущие годы ну и более того нередко ряды вот этих самых террористов или я бы сказала террористов повстанцев пополняются благодаря молодым людям которые не находят для себя адекватных рабочих места в своей стране оплачиваемых рабочих мест и в этой связи им выгоднее просто за небольшие деньги подрабатывать в этих террористических организациях даже не полностью разделяя конечно их идеи или даже вообще их не разделяя занимаясь контрабандой там золото алкоголя оружие но и в основном за счет этого живут то есть своего рода вот эти постанческие террористические группировки это она не за как война с гидрой вы отрубите одну голову вырастут еще две что можно сказать о возможности нормализации отношений между марокко и алжиром насколько я помню было налажено железнодорожные сообщения между странами может ли это стать таким одним из первых признаков потепления и все-таки преодоление тех разногласий что между странами были до этого на самом деле вопрос очень сложные потому что нужно принимать во внимание что алжирское руководство само по себе если брать во внимание людей принимающих решения например не бизнес это те люди которые очень подозрительные ко всем внешним людям то есть они очень подозрительно к марокканцам и они очень всегда были недовольны тем что марокканцы меня взяли у израильских спецслужб аппаратуру и технические возможности для прослушки их телефонов для их просмотра имейлов переписок и так далее это было действительно очень сильный скандал но не зря собственно алжирцы сами по себе довольно подозрительны следующий момент который можно сказать клином остается между двумя один странами это вопрос фронта полисарио вопрос западной сахары алжир в ближайшей перспективе не откажется от поддержки фронта полисарио и не откажется от того чтобы западная сахара получил бы хотя бы какую-то автономию уж тем более независимость то есть сам алжир выступать за независимость то время как для марокко это очень важный стратегический вопрос но наверное можно сравнить как для россии чечня или как для китая уйгурский автономный округ вот тоже самое для марокко представляет западная сахара то есть это важный стратегический регион который марокко ни с кем не хочет разделять и более того марокко заручилась здесь поддержкой соединенных штат нужно отметить что именно с точки зрения экономики эти две страны на самом деле могли бы очень хорошо дополнять друг друга и хорошо интегрироваться потому что алжир эта страна которая обладает очень большими углеводородными ресурсами и способных поставлять в марокко а марокко взамен готова давать там сельское хозяйство которое очень было поразвита в алжире текстильную промышленность тоже который в алжире только начинает развиваться благодаря турецким инвестициям на самом деле почвы для экономики для взаимодействия интегрирования стран друг с другом довольно много тому же не стоит забывать что обе страны входят в так называемый союз союз арабского магриба но из-за того что эти страны имеют сильные политические противоречия этот союз арабского магриба как организации себя уже толком ничего не представляет но перспективы с точки зрения экономики действительно много хотя вот по политике я бы не сказала что есть рядные какие-то такие подвижки им главное нужно прийти к соглашению по вопросу западной сахары отложить они его никак не могут то есть это не япония который может отложить например политику в сторону и развивать только экономику к сожалению эти две страны имеют слишком но серьезные исторические обидки друг на друга ну может быть течение ближайших десятилетий что-нибудь положительное произойдет если курс в том же алжире внешнеполитический курс возьмут в руки другие люди у которых будет все-таки цель получить больше блага благодаря экономическому интегрированию большое спасибо я напоминаю что взаимоотношения марокко и франции марокко и алжира мы сегодня обсуждали с доцентом ргг у марии махмутовой спасибо еще раз вам и всего доброго спасибо до свидания мы переходим к следующим новостям министерство иностранных дел украины опровергла обвинение в том что киев якобы поставлял беспилотники туарегом на севере мали в официальном заявлении мид говорится что украина категорически отвергает слухи распространяемые некоторыми международными сми о связи страны с поставками бпла повстанцам дипломаты также опровергли заявление чиновников мали и нигера о сотрудничестве украины с террористическими группами перед выходом этого сообщения французской газеты аля монт сообщил о том что боевики туареги в мали используют украинские дроны с 2012 года мали сталкивается с угрозами со стороны сепаратистов в августе 24 года страна разорвала дипломатические отношения с украиной после комментариев из киева о том что повстанцы получили необходимые сведения для атак в результате которых погибли десятки малийских и российских военнослужащих позже нигер также прекратил дипломатические связи с украиной глава мид мали абдуллай диоп объявил 3 октября намерение опубликовать результаты из расследования о возможном сотрудничестве киева с террористами в этом же месяце прокурор мали занимающийся вопросами терроризма подчеркнул необходимость провести проверку относительно заявлений украинских чиновников о их участии в нападении на колонну малийских и российских сил деп отметил что расследование началось недавно но по его словам работа не должна занять много времени поскольку украинские чиновники сами высказывают подозрения о связи с террористическими сетями он добавил что результаты расследования будут обнародованы своевременно кроме того дипломаты из мали нигера и буркина фасо обратились совет безопасности оон с просьбой принять меры против украины которая по их мнению поддерживает международный терроризм однако ответа от организации пока не поступило ранее турецкие сми сообщили что власти молдовы якобы могли пропускать террористов из мали для обучения в украине 26 июля на севере мали произошло нападение сепаратистов на колонну малийских и российских военных представители украинской разведки косвенно подтвердили связь киева с данной атакой в последней неделе жители чада мали и нигера столкнулись с паводками более 6 миллионов человек пострадали от муссона в западной и центральной африке в этом сезоне проливные дожди в некоторых странах сахеля на окраинах сахары прорвали плотины затопили города в пустыне и убили более 1400 человек и усугубили многочисленные гуманитарные кризисы охвативший один из беднейших регионов мира по словам местных жителей наводнения в столице чада были сильнее чем в предыдущие годы они призывают к лучшей готовности к решению этой проблемы наводнение являются наиболее распространенным и дорогостоящим бедствием для африки не эти расходы только растут экономические потери континента связаны со стихийными бедствиями в основном из-за наводнений штормов и засухи выросли на 52 процента в 2010 2019 года в годах по сравнению с предыдущими тремя десятилетиями согласно данным всемирной метеорологической организации согласно исследованию 21 года регион сахеля все больше подвергается угрозе из-за изменений в естественных климатических условиях больше интенсивно интенсивности осадков плохого городского планирования и других причин в котором отмечается что широко распространенные разрушения и опустошение становится обычным явлением в 2022 году западная и центральная африка были охвачены одним из самых сильных сезонных наводнений за всю историю от которого пострадало более восьми с половиной миллионов человек в 20 странах согласно данным гуманитарного агентства оон осна в этом сезоне когда части европы боролись с рекордными наводнениями муссон западной африки нанес свой все более еще сильный ущерб частям региона сильная жара над сахарой и другие факторы сдвинули пояс муссонов дальше на север чем обычно вызвав ливни в обычно засушливых пустынных районах сказал заместитель директора центра организации прогнозирования климата национального управления океанических и атмосферных исследований сша сезон был более сухим чем обычно в сенегале большей части буркина фасо и других местах но июль сентябрь был одним из пяти самых дождливых за последние 20 лет в большей части нигера чада и частях западного мали в некоторых районах западного нигера и мали а также на границе между нигером и нигери выпало больше осадков чем в катастрофический сезон 2022 года мали объявила о состоянии национального бедствия и отложила начало учебного года на месяц так как школы были заполнены семьями изгнанными из своих домов наводнением некоторые из этих событий можно было предвидеть эксперты по климату сходятся во мнении что глобальное потепление увеличило чистоту и интенсивность дождей в то время как западная африка уже находится в естественном десятилетнем периоде более влажных муссонов в преддверии этого сезона дождей синоптики предсказывали более сильные чем обычно осадки в некоторых районах однако кадапия кобла и миллионы других были застигнуты врасплох в чаде более 40 процентов населения сейчас живут в нищете скудные ресурсы еще больше истощается из-за присутствия двух миллионов беженцев многие из которых живут в базовых лагерях на сегодня это были все новости африки следите за нашей передачей оставайтесь на себе си и до новых встреч всего доброго а